В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Этот период наиболее комфортный для распространения различного рода вирусов, так как с началом учебного года возрастает плотность контактов. То, что коронавирусная инфекция со временем приобретет сезонный характер, ну, это очевидно, потому что любая вирусная инфекция следует сезонным паттернам. С другой стороны, первоначально вирус вызывал тяжелое течение заболеваний, и поэтому свыкнуться с мыслью, что он останется с нами навсегда в таком виде, было очень сложно. Когда пришел омикрон, то тяжесть заболеваемости, к счастью, снизилась в результате мутаций у вируса. При этом он остался с нами и теперь будет следовать сезонным паттернам, сезонному характеру течения, так же, как и другие острореспираторные вирусные инфекции. Из-за сезонного подъема заболеваемости вирус стало сложнее выявлять. С июля в России растет заболеваемость COVID-19. Это связано с появлением более заразных штаммов коронавируса. Хотя, как отмечают эксперты, заразность всегда коррелирует с летальностью. Таким образом, существующие штаммы уже не так смертоносны. На сегодняшний день особую беспокоенность вызывают так называемые дельтокроны. Это гибрид между дельтой и омикроном. Такие штаммы могут потенциально обладать заразностью омикрона, то есть быть очень заразными, но при этом есть опасения, есть риски того, что они приобретут такие же мутации, как в дельте, которые позволят им поражать легкие, то есть нижние отделы дыхательной системы. Именно это приводит к тяжелому течению заболевания. Важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации. Медицинская маска – неотъемлемый атрибут пандемии. Пока их ношение не обязательное, но врачи рекомендуют надевать в местах скопления людей. Прислушиваться или игнорировать – личное дело каждого. Но главное – помнить об ответственности за тех, кого мы можем заразить. Елизавета Никитина, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова